МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый день на канале СТВ. Начинают корреспонденты службы новостей. В студии Олег Степанюк. Здравствуйте. На саммите Шанхайской организации сотрудничества планируют подписать 11 документов, в том числе и соглашение о совместном противодействии экстремизму и терроризму. Напомню, крупный форум открывается сегодня в Астане. В заседании Совета глав государств участников организации примет участие и Александр Лукашенко. Белорусский лидер озвучит позицию страны по вопросам дальнейшего развития этого влиятельного объединения. Беларусь уже год сотрудничает с организацией в статусе наблюдателя. Такое положение позволяет нашей стране активно участвовать во всех мероприятиях. Большое внимание борьбе с современными вызовами и угрозами. Терроризм, экстремизм, преступность. И как раз на этой встрече в Астане будет приниматься ряд документов, которые направлены на борьбу с этим злом. Мы хотели быть неотъемлемыми участниками этих процессов. Также в Астане Александр Лукашенко примет участие в торжественной церемонии открытия международной специализированной выставки «Экспо-2017», где будет работать белорусский павильон. Его посетителей познакомят с нашими последними научными разработками. Выставка посвящена энергетике будущего. Участие в форуме подтвердили более 110 стран и около 20 международных организаций. Представители администрации президента продолжают личные встречи с жителями регионов. Так сегодня мобильная приемная начнет работу в Любанском райисполкоме. На вопросы граждан ответит помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Минской области Анатолий Исаченко. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан местных исполнительных комитетов. Эстония заинтересована в активизации работы с Беларусью. Накануне в Минск прибыла парламентская делегация из этой страны. На встрече в Беларусском парламенте эстонских депутатов интересовали вопросы безопасности, а также цели Беларуси по выстраиванию отношений с ЕС. С 1 июля Эстония председательствует в Евросоюзе и в связи с этим готова содействовать укреплению контактов с европейскими странами. Особый потенциал балтийские партнеры видят в сфере культуры и туризма. Я очень рад, что Беларусь приняла решение ввести пятидневный безвизовый режим. Мои близкие и родственники совсем недавно этим воспользовались. Было бы неплохо, если бы этот период был расширен. Это также будет способствовать увеличению туристических потоков. Сегодня эстонские парламентарии проведут ряд встреч с представителями Министерства обороны и других ведомств. Ученые Академии наук приступили к исследованиям биоматериалов, которые собрали белорусские полярники в Антарктиде. Команда из шести человек недавно вернулась из очередной экспедиции, уже девятой по счету. В ходе нее были собраны сотни образцов грунта, растительного и животного мира. А с помощью телеуправляемого подводного аппарата удалось собрать уникальные пробы морского дна. Уникальнейшие свойства микроорганизмов Антарктики позволяют говорить о том, что человечество ждут новые прорывные биотехнологии в медицине, фармакологии и так далее. Многие страны, ведущие экономики мира, вкладывают большие средства в решение именно этой проблемы, в том числе и в Антарктике. Экспедиция длилась четыре месяца. Полярники работали над реализацией пяти программ. Среди них исследования озоносферы, климата, ультрафиолетовой радиации. А также смонтировали второй модуль Белорусской Антарктической станции. И напоследок калифорнийские работодатели придумали новый способ повышения активности труда среди персонала. Залог успеха – четвероногий напарник. Своих собак сотрудники фирмы могут приводить на работу и, более того, вовлекать их в процесс. Для этого созданы все условия. У каждого лохматого помощника есть свое место, а у хозяина – баночка с лакомством, чтобы поощрить старания. По словам директора компании, общение с животными, помогая снимать стресс, улучшает производительность и рабочую среду в целом. Репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии. До встречи в половине восьмого утра.